Соединительные элементы жесткой фиксации для ваших инкубаторов или ферм. Давайте начнем с самой простой, самой первой, самой, я считаю, такой фэншуйной. Очень простая, очень такая вот удобная, пластик полностью пищевой, то есть, грубо говоря, есть его не надо, но вред муравьям не печнет. Давайте проверить, как это работает. Берем инкубатор, открываем отверстие на 10 мм, вставляем в него элемент соединительный, закручиваем, придерживаем, закручиваем аккуратненько. Шикарно! Идет только на... Смотрите, как круто! Ну и вам в том числе. Все может входить и выходить. Жесткая фиксация. Пробуем трубочку на 10. В принципе, да, плотненько сидит. Можно даже еще побаловаться и покрутить. Было бы забавно, если слетело бы. Но нет, все держится, все очень удобно. Вот так. Теперь второй элемент. Он немного выполнен в другой конфигурации. Как вы видите, здесь у него продолжительный элемент с другой стороны, с одной и со второй. И также есть некая скоба, которая может фиксировать. Давайте посмотрим, как этот элемент вставляется. На все элементы, друзья, ссылочка будет в описании к видео. Пытались сделать сегодня прямую трансляцию, но что-то козлячит. Вот. Ютубчик, как всегда. Наверное, это политика. Так. Закрутили. Смотрим. Здесь, в принципе, тот же самый, но мы видим здесь два элемента, которые выходят. Ну, вот, использовать в данную конструкцию именно подключение к инкубатору или, допустим, к ферме, к переселению, я бы не очень рекомендовал, по принципу, потому что они будут здесь подтупливать. Но, в принципе, это тоже будет работать. Когда большое количество муравьев, им плевать, они найдут вход и выход быстро. Я бы сказал данную конструкцию. Давайте мы прямо на примере сейчас разберем. для чего удобно использовать, для каких вариантов соединения и чего. Для того, что, если, допустим, у вас есть два элемента, там, кто по длине, вам бы хотелось, чтобы был один, то это можно соединить именно вот эти вот силиконовые трубки. Для того, чтобы между собой у вас была связка неразрывная. Ну, а также, если у вас есть какие-то крепления, вы можете также это фиксировать непосредственно уже болтом, да. Ну, давайте посмотрим. Все спокойно, все между собой соединяется. Это на десятку. Если мы посмотрим и возьмем, например, 14, то 14 уже большевата. То есть, конечно, хомуты можно использовать, но это, скорее всего, для более крафтинга. Вот, поэтому здесь только десяточка. Давайте, друзья, посмотрим на примере соединения. Вот, допустим, вам нужно переселить из инкубатора на 18. Здесь, конечно, уже всяко могли переселили, но тем не менее. В ферму MISOR EXDENT мы подсоединили. Мы подключаем непосредственно силиконовую трубку. И что мы видим? И у нас все прекрасно между собой коммуницирует. Также можно использовать непосредственно ступень буратино, да, чтобы было удобно муравьишкам. Вот, и потом также уже перемещаться непосредственно в зону камер. Давайте посмотрим, если вдруг получится так, что, ну, случайно, младший брат или сестренка во время переселения вдруг взяла ферму большую, не заметив маленький инкубатор, который стоит. Это будет выглядеть так. О, мать моя муравьиха, вы срочно заметили и бегом подняли. Но проблемы того, что у вас сиюминутно выскочит шланг, да, или выскочит силиконовая трубка, ее уже нет. Именно для этого нужны данные системы соединительные элементы. Так что, друзья, пишите, как вы считаете, нужен ли такой соединительный элемент вам для вашей фермы, для вашего инкубатора от компании Мураш. Ну, да пребудет с вами матка!